Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка, и мы продолжаем дополнять книгу «Труженик Божий» о моем духовном отце Архимадриде Науме, с которым мы в общении с 1988 года и до сих пор общаемся, потому что для меня батюшка жив, для меня батюшка не там в могиле лежит и не под крестами находится, а в Царстве Небесное трудится, и теперь он настоящий «Труженик Божий», который нам всем помогает, если мы к нему обращаемся. Я продолжаю серию этих воспоминаний, я думаю, что 20, наверное, запишу роликов, но мне очень бы хотелось, чтобы вы тоже записали и скинули ссылки или ролики, скинули куда-то, я их размещу отдельно на своем канале. Да, при этом предупреждаю, пугают, что закроют YouTube, поэтому у меня есть в Одноклассниках канал «Привет Ангелах», есть в ВКонтакте, есть в Телеграмме, есть и можете туда приходить, там и в Рутубе был, но в Рутубе очень сложно заполнять. Сегодня я расскажу о двух очах великих духовных лицах, это отец митрополит Петерим Нечаев и отец Василий Родзянко, владыка, епископ. И тот и другой были мне знакомы, и я с ними неоднократно беседовал и имел отношения, и в этих отношениях был и отец на ум тоже. Давайте я расскажу сначала об владыке Петериме, хотя по времени не сначала это было, наоборот. А нет, наверное, ну или одновременно. Я точно помню, когда мы познакомились с отцом Василием Родзянко, это был 1997 год, а с владыкой Петерим мы, наверное, так же познакомились, потому что мы с Академией туризма разрабатывали программу «Российская оздоровительная система» Академии туризма. Участвовала в реализации этой программы Академия туризма здесь у нас в Пистяках открывала филиал. У меня дочь училась, её школа училась, её класс учился. И, кстати, очень многие получили дипломы этой Академии как рекреологи, то есть те, кто умеет заниматься реабилитацией детей с помощью туризма, с помощью всевозможных. И в какой-то момент у меня в этой программе было такое понятие «домик в деревне», то есть как создать реабилитационный маленький центр прямо можно в своём доме, то есть можно в доме реабилитировать, в обычном, если правильные условия там создавать. И в конечном итоге я получил от ректора Академии, нет, тогда ректор был ещё не Зорин Игорь Владимирович, а был другой, Квартальнов Валерий, вот не помню, хороший человек. Кстати, он и умер на моих глазах на одной из конференций, на которой был и Владыка Петерим. Владыка Петерим вот так стоял, говорил речь, и прямо вот так упал назад, стоя на трибуне, из трибуны назад, стукнулся головой, все бросились к нему, я бросился на сцену, потому что внизу сидел на первом ряду, и проходя мимо Владыки Петерима, который сидел на сцене тоже за этим столом, всех главных всегда ставили тогда столы, вдруг услышал «всё кончено», и я остановился, посмотрел, и Владыка уже знал, что Квартальнов умер. Все вот так пытались там реанимировать, конечно, звонить, ещё чего-то, но хороший человек был, хороший, он много сделал для рекреационного туризма. При нём и начался тогда факультет, который назвали «гостеприимство», и в этом факультете Владыка возглавлял программу, которую я после называл «Можайское кольцо», там «Золотое», ну, в общем, разные у нас были программы, он эту программу возглавлял, и возглавил и этот факультет «гостеприимство», на котором мы должны были объяснить и работникам туризма, и некоторые священники даже записались на эту учёбу не столько как студенты, сколько просто вот он пригласил, видимо, там Игорь Владимирович Зорин пригласил, и я тоже на этот факультет, думаю, поучусь, когда его создавали, но меня пригласили преподавать на этом факультете, дали мне звание профессора, и тогда-то вот и познакомил меня Игорь Владимирович Зорин сначала с владыкой Петерима, но он, конечно, сказал «мне вас надо познакомить, чтобы вы говорили на одном языке, преподавали одно и то же». Больше того, какое-то время владыка вдруг заболел, и я за него преподавал, я за него читал лекции, и это, конечно, должен был быть один язык. И вот мы с… я, конечно… я, на самом деле, не бросался в какие-то отношения с кем-то, если их не благословлял Отец Наум. Ну, многие могут сказать, что они хотели, чтобы я участвовал в чём-то, что вы хотели, а я не участвовал, потому что я приезжал к батюшке и говорю, вот такое предложение, вот такой человек. Нет, не надо. Когда я к нему приехал, и говорю, батюшка, хотят повстречать меня с владыкой Петеримом, и вот будем на одном факультете преподавать, как ты на это смотришь? «Да, с владыкой Петеримом! Да ты что? Ой, какой полезный! Полезный! Давай-давай с ним общайся, побольше у него услышь!» Я-то, значит, поскольку весь был всегда погружён в программы в эти, в детей, потом в наркоманов, ну, позже наркоманы начались, не тогда, когда с Петеримом и с Родзянко встречались, и поэтому не очень-то так и часто, и не очень-то любил эти все встречи, чтобы времени отнимать. Я чаще встречался со спонсорами, которые могли каким-то образом храм помочь восстановить, и всё остальное сделать. Причём спонсоры тоже были интересные. Интересные я, например, с Абрамовичем работал, с его фондом. Ида Лейбовна его руководительницей была, сестра Абрамовича. С отцом Абрамовича встречался. Батюшке тоже рассказывал. Он «Хорошо, хорошо, нам любые средства можно сделать духовными, если ты их направишь на духовные средства». То есть, деньгами неправедными, тогда он сказал, завоёвывайте друзей в вечности. Такая была история. И ничего, мы очень хорошие вещи делали, и очень хорошие люди они, мне понравился и Абрамович при встрече, а уж его сестра Ида Лейбовна вообще замечательная женщина была. Так вот, когда мы встретились с Владыкой, он, конечно, начал разговор настороженно. То есть, а где, батюшка, служишь? Чем занимаешься? А какие у тебя, значит, ну и так далее, там подобные? Я тогда вот детьми раково мне занимался, и вот эти Академии туризма заканчивал. Ну вот так как-то немножечко это казалось не совсем церковной деятельностью, хотя он после в Сауяно-Старожевском монастыре тоже обещал реабилитационный центр открыть, и, ну, в общем, внял он тому, что я ему рассказывал. Так вот, начал он достаточно осторожно. Потом говорит, а тебе не попадет за то, что ты со мной общаешься? Я говорю, Владыка, а с какой стати вы, митрополит? Я священник, я что, с вами не могу общаться? А он говорит, а ты что, ничего про меня не знаешь? Я говорю, ну, что вы митрополит знаете, что вы монастырь возглавляете, знаю. В общем, вот это знаю, а так больше ничего не знаю. Тогда Википедии-то не было? Он говорит, да, ну, хорошо, ну, ладно, давай, говорит, тогда пообщаемся. И пригласил меня к себе в денежный переулок, там у него была квартира. И я к батюшке приехал, и говорю, батюшка, вот Владыка к себе пригласил, и почему-то говорит, что мне может попасть за то, что я с ним общаюсь. Он говорит, а ты ничего про него не знаешь? Я говорю, ну, батюшка, откуда я, как я про митрополита могу что-то знать? И вот он говорит, да его погнали однажды, и погнали, на мой взгляд, несправедливо. Конечно, он грамотнейший человек, он умнейший человек, это настоящая энциклопедия. Но к нему до сих пор такое настороженное отношение. Хотя, в общем-то, патриарх сейчас его вот так и восстановил, но не в том статусе, какой он у него был. Поэтому многие ещё опасаются с ним общаться, потому что неизвестно, что будет после патриарха. И некоторые так и считают, что он экуминист. Его погнали якобы за то, что он экуминизм продвигал. И вот я приехал к Владыке Петериму, уже с благословением батюшки, что ты давай разберись. Он говорит, ты давай разберись. Так он мне благословил. Я приехал на квартиру в денежной, и Владыка очень радушно встретил. И никого не было. Так обычно с ним всегда какие-то помощники что-то тут делают. И он говорит, отец Михаил, я один, и ты не бойся, здесь не слушают. Я такой, говорю, да Владыка, я вроде ничего никогда и не говорю, чтобы меня слушали такого, я говорю, и не знаю ничего такого. Но он посмеялся, и я-то понял, что наш разговор не нужно было, чтобы кто-то слушал, и поэтому здесь не слушают. Он был в мирской одежде, ну, то есть, не в священническом, не в своем облачении. И начал сам всё тут на стол ставить, приготовлять, чай приготовлять и всё остальное. Ой, я был совершенно восхищён и очень как-то так, я думал, приду, там, помощники, всё такое. То есть, вот, это второй Владыка, или после второй Владыка, Владыка Тихон, с которым мы, я ему писал программу восстановления Соловецких монастыря. И тоже вот под этим, что надо, там, реабилитационный центр, мы с ним встречались. Вот такой же простой оказался. Тоже я к нему пришёл, он в ресторане назначил встречу, я прихожу в облачении, он сидит в Мирском. И говорит, отец Михаил, ну, что ты в ресторан-то в одежде пришёл? Я говорю, ну, Владыка, я же иду к Владыке, как я могу? Давай, давай, снимай. Раздел меня прямо в ресторане, очень хорошо мы с ним так пообщались. И Владыка рассказал, первый, говорит, ведь со мной многие пасаются разговаривать, встречаться, потому что меня вот погнали. Но, говорит, меня абсолютно несправедливо погнали. История, говорит, была такая, что я читал какую-то беседу, какую-то лекцию, и в ней, говорю, и мы все должны заботиться о создании ойкумены. Ойкумены. Ойкумена – это освоенное человеком, ну, в данном случае он сказал, христианской ойкумены, освященное христианством и христианством пространство. Я потом разобрался, действительно, ойкумена. Но, говорит, там нашелся какой-то, кто слушал, подслушивал, и на меня написали донос, что я за создание эйкумены. Эйкумены. То есть пространство экуменического, то есть пространство, где все церкви, все... А тогда, как-то в эти, в 90-е годы, прямо, ну, такие щепетильные были, ты не то слово сказал, ты не... Я поэтому чаще про духовность, когда на беседы какие-то читал, не больно-то и говорил. Говорил о том, как детей реабилитировать, там, как создавать и все остальное. Вот. И поэтому, говорит, многие чураются меня. Не так он сказал. Не-то шугаются меня, по-моему, он такое слово сказал. А ты, гляжу, спокойно, я говорю, Владык, я честно ничего этого не знаю, и вообще не знаю, в чем отличие эйкумены от эйкумены. Вы мне расскажите. Вот он тогда рассказал, что эйкумены – это вот освященное христианское пространство, и когда ты рассказываешь о том, что какие-то программы... Вот ты делаешь, а я программы делал, у меня несколько программ. Родниковое кольцо, Волжское кольцо, Серебряное кольцо, Золотое кольцо. Мы тоже описывали с Академии туризма. Я сам ездил по нему, описывал, какие тут храмы включить, какие монастыри. Встречался с настоятелем монастырей во Владимире, там, и все. То есть Золотое кольцо делал программу Академии туризма, Российской Международной Академии туризма. И в Суздале там ее филиал был, где это все разрабатывалось. Я тоже в этом филиале был, гостиница там и все остальное. И мы там собирались, обсуждая Золотое кольцо с лицами из Владимира, и Суздале из этого Золотого кольца, и объясняли, что это такое. И это такое большое дело. Так вот он говорит, когда ты вот такие делаешь, некие кольцевые программы, Можайское кольцо у меня, значит, было, Велико, Волжское кольцо, ну, я, по-моему, уже сказал, Родниковое кольцо, вот особенно проработанные программы, причем было абсолютно уже представленное, принятое, с губернатором договоренное. Ну, разрушили вот новые, как говорится, епископы и митрополиты. И дальше нужно стремиться, чтобы внутри вот этих пространств было все христианское, православное, чтобы они вот так, осознавая, воссоединялись. И таким образом мы будем иметь всю Русь ойкуменическую, то есть освященную православие. Ну, тогда мне это очень понравилось. И, говорит, очень важно, чтобы в этом пространстве были люди, которые попекают особую вот часть. Вот как мы митрополиты, как, значит, епископы должны попекать свое вот это, и понимать, что его нужно освящать, что его нужно освящать, больше открывать храмов, больше открывать всяких, значит, и всего остального. Вот так мы на эту тему с ним поговорили. А потом он очень подробно мне описал жизнь в патриархии, жизнь в церкви, объяснил, кто где, кто чего, кто как, с кем можно, с кем не можно общаться. В общем, расставались мы с ним очень поздно. Он останется, останется отец у меня, переночуй. А я кому-то обещал, не помню кому-то. Да и как-то мне было все-таки смутительно, что... Хотя, наверное, зря. Мне казалось, что будут бесконечно эти еще встречи, поскольку как-то мы так определили, что нужно будет еще сюда приходить, и я еще все дослушаю, но это была первая и последняя встреча с Ладыкой, потому что... Нет, вот здесь, в этой квартире, в Академии туризма мы встречались еще, и разговаривали о Матронушке, о роли сходни, значит. Ну, в общем, такие у нас, в общем-то, еще встречи были. Когда я все это передал, этот разговор отцу на уму, он достаточно подробно прямо расспросил, ну, как вы встретились, ну, вот так-то, так-то, так. Он говорит, ну, я так и знал, я так и знал. То есть, вот он во всей этой... Ну, знал, что все это происходит, но, в общем-то, вот от меня услышал, что Владыка Петерим не виноват был. Я так и знал. Ну, ты общайся с ним, благословил батюшка. Я с Владыкой Петерим так и общаюсь, хотя он теперь, его могила на Даниловском кладбище, но Владыка святого человека был. Вы можете мне найти там кто-то, какие-то у него такие, всякие, да, некоторые утверждают, что он генерал был. Ну, возможно, и генерал был, я не знаю. Просто тогда церковь была такая, что ты либо какие-то вещи делаешь для государства, либо ты не живешь в церкви. И поэтому многие были и генералами, и полковниками, и остались хорошими людьми, и хорошими священниками. Владыка для меня вот именно такой, святой. Я, когда приезжаю в Москву на Даниловское кладбище, хожу, навещаю его могилку, она так немножечко слева, зайдете не к Матронушке, где справа, а наоборот, налево, недалеко от входа. Ну и общаемся с ним. Владыка, конечно, я не скажу, что энциклопедия, любой в духовном свете энциклопедия. Владыка, конечно, получал все эти дары благодатные. Он имел знания именно от Господа, и это было удивительным. Поток у него был удивительный. Человеку он был удивительный. Второй человек, о котором я вам обещал рассказать, это отец Василий Радзянко. Не знаю, уже длинная, наверное, серия получилась. Да, длинная. 20 с чем-то минут. Давайте я вторую серию сделаю про отца Василия Радзянко и про то, как в этом поучаствовал отец Наум в его приезде. Ну и как я в этом поучаствовал тоже. А пока тогда здоровья вам всем, радости смотреть следующую беседу о отце Василии Радзянко. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»